В тот вечер в Тепловском райкоме долго не гасли огни. Ивана Егорыча Крылова, первого старя райкома, провожали на пенсию. Всю свою жизнь Иван Егорыч прожил в Тепловском районе. Из 63 лет, со дня рождения, отсутствовал только 4 года. Шла война с фашизмом. Многие тогда отсутствовали, и многие не вернулись. Многие. Иван Егорыч подходил к дому, когда его догнал почтальон Сеня, секретарь комсомольской организации отделения связи, заочник литературного института, частенько публиковавший в районной газете стихи из цикла «Новый элик Тепловской земли». «Товарищ Крылов, Иван Егорыч!» На всю улицу звенел голос Сени. Иван Егорыч вначале никак не мог понять, откуда его зовут. Он шел мимо четырехэтажных домов, которые недавно в поселке построила база сельхозтехники. И ему показалось, что откликает его откуда-то из окон верхних этажей. Он остановился и начал вопросительно посматривать на раскрытые окна. Тут Сеня и настиг его. «А я к вам как раз, Иван Егорыч, заговорил Сеня в стряхе и своей пышной шевелюрой, которую он берег пущий глаза, так как считал ее обязательной принадлежностью своего поэтического таланта. Письмо вам поступило. Ай, он заказное. Судя по обратному адресу, от Виктора Ивановича. Распишитесь, пожалуйста». Сеня раскрыл толстую прошнурованную книгу, подал Ивану Егорычу карандаш и письмо. Тот расписался, и Сеня помчался назад. «Да, — пишет он, — Виктор. Его крупный почерк, отчетливый и как будто рисованный, Иван Егорыч безошибочно мог узнать среди тысяч других почерков». Захотелось тут же вскрыть конверт и прочитать письмо. Иван Егорыч ощупал карманы. Очков не было. А без очков он мог читать только на расстоянии вытянутой руки. Неподходящее. Люди увидят, подумают, что стал Крылов совсем стариком. Подумал Иван Егорыч и заспешил к своему дому. «Интересно, что Витюшка пишет. Небось опять к себе зовет, уговаривает. А как мне уехать отсюда? Разве легко? Сколько тут прожито? Куда ни взгляни, всюду родная земля. И могила ее тут». Поднимаясь на крыльцо, он остановился, чувствуя, что одышка затрудняет дыхание, а сердце стучит, как молоток в ребра. Перехватил малость, прошептал Иван Егорыч и присел на ступеньку отдохнуть. Но сидеть не смог, не терпелось. Через минуту-другую он встал, заторопился в дом и, удрузив очки на нос, сел поудобнее в угол за стол, намереваясь прочитать письмо не спеша, вдумываясь в каждое слово. Ну, конечно же, в своих предположениях относительно содержания письма, Иван Егорыч не ошибся. «Добрый день, отец. Здравствуй, наш родной папка», – писал сын. «Надеюсь, ты теперь уже на пенсии. Но какова жизнь? Не тяготит ли тебя этот заслуженный отдых? Зная твою натуру, убежден, что лихо тебе без дела, в одиночестве. И снова повторяю то, что много раз говорил тебе. Приезжай к нам. Витька-младший ждет тебя. Нина пишет тебе отдельно. Ей очень хочется, чтобы ты жил у нас всегда. И не подумай о нас худого. Приспосабливать тебя к домашним делам не станем. Поправишь здоровье и захочешь работать, слово против не скажем. Наш городок хоть и маленький, но растет быстро. Люди здесь нужны, как нигде. Особенно люди с опытом. Приезжай. Пойми сам. Тут тебе будет лучше, спокойней. А нам так же. Каждый день беспокоимся. Как ты там? Здоров ли? Хорошо ли тебе? Дела мои по службе идут нормально. Можешь поздравить меня с новым званием. Майор. Выходит, обогнал я тебя. Таша, товарищ капитан, слушайте мою команду прибыть к месту нового проживания. Под письмом сына каракули внука Витюшки-младшего. Дедуля, когда поедешь к нам, захвати с собой сибирскую белочку. Она отдельно в листочке, послание от снохи. Дорогой и милый Иван Егорыч, Витя написал все, что мы думаем о вашей жизни. Добавлю от себя. Переезжайте к нам, не раздумывайте. Я люблю вас и уважаю вас, как человека большой души. В самые трудные годы моего детства вы не только приютили меня, вы вместе с Зинаидой Спиридоновной заменили мне родителей. А кроме того, именно в вашем доме, в вашей семье я нашла свое счастье, Витю. Разве всего этого недостаточно, чтобы быть вам благодарной весь ваш век? Приезжайте, пусть вас не терзают сомнения. Я убеждена, что вы будете довольны и мной, и Витюшкой. Но о самом Вите не говорю. Он сын вам, и его сердце всегда с вами. Иван Егорыч и раз, и два перечитал письма. Слезы заслали глаза. Любят они меня. Если б не любили, не стали бы так настойчиво звать. А только упрощают вопрос. Приезжай к нам. Легко сказать. А вот попробуй сделай. Страшно представить. Жил всю жизнь в Сибири. И вдруг Закарпатья. Ах, Витя, Витя, как бы славно все было. Пойди твоя жизнь иначе. И зачем только стал ты военным, а не аграрием. Был бы теперь в одном из совхозов агрономом или зоотехником. Да с твоим умом ты бы и директорские вожжи держал умело. А мог бы и в райком сесть. Вон, Аркадий-то, Чистяков, только на два года тебя старше. А посмотри, какое доверие заслужил. Первым выбором. Иван Игорыч встал, вытер запотевшие очки краешком скатерти. Прошелся по комнате, снова взял письмо. Хотел еще раз перечитать, но отложил, говоря вслух. Подумать надо, крепко подумать. О военном Виктор стал из-за меня же. Разве я-то чистый аграрий? Рос на моих фронтовых рассказах. Мои ордена и медали захватили его воображение. Да уж что случилось, того не переменишь. Кому-то надо и на границах стоять. Вздохнул Иван Игорыч. Положил письмо в карман пиджака, что всегда при себе было. Ласковые они, очень ласковые. Подумал Иван Игорыч и снял трубку с телефона. «Дай-ка мне Наташа Печенкина», сказал Иван Игорыч, знавший всех телефонисток и по голосам, и по именам, и построжил в ожидании, когда ответит Печенкин. Председатель исполкома поселкового совета ответил мне сразу и недовольным тоном. «Здорово, Тимофей Андреевич, здорово!» Крылов это говорит. «Чем ты недоволен? Почему такой раздражённый? С женой, что ли, поссорился?» «Уступи, братец мой, уступи! Женщин ценить нужно. А уж твою, Мария Карповна, и почитать можно. И красавица, и работник отличный. Комбинат бытообслуживания на загляденье другим поставила. Соседние районы от зависти сгорают». «Нет, говоришь, не угадал, значит?» «А в чём же дело?» «А, вон оно как! Сельский пастух пьяный напился и по траву совхозного хлеба допустил. За это взыщи по всей строгости. Как бы я поступил? А так же, как ты, высчитать из зарплаты стоимость травленного хлеба, выговорные из полкома записать, решение придать огласки. «Скот, говоришь, в хорошем состоянии?» «Ну что же, если в зиму скот такой же будет, выговор снимешь, благодарности объявишь, премию дашь. Растолкуй ему сам его перспективу, растолкуй по-человечески, чтоб не было у него такого мнения, будто рукой на него все махнули из-за этого проступка. Вот так, Тимофей Андреевич, действуй». «А теперь послушай, что хочу тебе сказать. Ты на кладбище давно был, когда тещу хоронил? Так. Помнится мне, годика три тому назад это дело было. Даже четыре? Ну, видишь, как времечко-то катится. Не откажи-ка, побывай там срочно. Посмотри, как усопшие тружники лежат. Все ли там с ними в порядке? Усопшим, братец мой, от нас ничего не надо, а вот нам без них не обойтись. Они ведь корень-то, Тимофей Андреевич, они, они славу нашему отечеству добывали. И позвони, позвони мне, и не ругай, что отвлек от других вопросов». Иван Егорыч положил трубку с ощущением исполненного долга и прилег на диван. Хотелось полежать, отдохнуть, подумать, крепко подумать, как жить дальше. А как же все-таки жить дальше? Иван Егорыч покоя лишился от постоянных дум. Ехать, не ехать. Временами тоска сжимала сердце, и тогда созревало решение. Надо уезжать. Но стоило Ивану Егорычу представить себе на минуту одну лишь сценку, как сомнения охватывали его с прежней силой. Сценка оторисовалась ему так. Несмело входит он к Чистякову в свой прежний кабинет. Говорит тихим голосом, но громкий не хватает энергии. «Уезжаю, Аркадий, снимай с учета. Сын, внук, сноха к себе зовут. Жизнь спокойную обещают». Улыбчивая, с тугими щеками и сильно очерченными бровями, лицо Чистякова становится хмурым. Мрачно глядя на Ивана Егорыча, он с отчаянием шепчет. «Иван Егорыч, не верю словам твоим, не верю. Да ты пойми, что ты делаешь. Ты же в самое сердце райком у нож втыкаешь. Теперь мне лучше не показываться в области перед активом. Из района в район покатится хула». Слышали, как в Тепловском ветеранов берегут. «Даже бывший первый секретарь куда-то смотался, едва только на пенсию вышел. Видать, этот Чистяков выскочка, безгоду неделя в секретарском кресле, а людей как семечки раскидывает. Ай-яй-яй-яй, позор-то какой!» Иван Егорыч не был убежден, что будут сказаны именно такие слова. Но то, что подобные слова будут сказаны, он ни на минуту не сомневался. Думал он и о другом. «А так ли уж предельно болен ты и стар, чтобы покинуть Тепловское только ради того, чтобы оказаться рядом с сыном и внуком? С изношенным сердцем тебе тяжеловато было на посту первого старя райкома. По справедливости отпустили тебя на пенсию. А если взять дело полегче? Потянешь, вполне потянешь. Люди от безделия и безответственности дряхлеют. А работа по силам молодит человека, вливает в него бодрость. В журналах и газетах немало на эту тему статей напечатано. А в правде один академик прямо высказался. Активная трудовая деятельность, путь к долголетию. Вполне возможно, что Иван Егорыч именно такую позицию и избрал бы для своей будущей жизни, если б не Виктор с Ниной. Они зачастились письмами. И тон этих писем становился раз от разу нетерпеливее. Когда выезжаешь? Ждем, ждем, ждем. Иван Егорыч отмалчивался. А они, не понимая причины его молчания, отбили телеграмму соседу Крылова по дому, председателю исполкома райсовета Перегуду. Не откажите в любезности сообщить, здоров ли Иван Егорыч. На неоднократные наши письма ему ответа не получено. Очень беспокоимся. Ждем вашей телеграммы. С приветом и уважением Виктор и Нина Крыловы. Перегудову, к счастью, самого дома не оказалось. Он по обыкновению колесил по району. К счастью, потому, что тот рассказал бы обо всем Чистякову. А уж перед тем открывай душу нараспашку. А тут еще сам не пришел к выводу. Телеграмму принесла жена предра исполкома. Нетерпение сына и снохи с одной стороны растрогало Ивана Егорыча. Любят они меня, любят. А с другой слегка огорчило. Ну что они нервничают? Надо же мне все как следует обдумать. Нельзя же меня в таком сложном вопросе за горло брать. Иван Егорыч отбил ответную телеграмму. Родные мои Витя и Нина, здоровье мое нормальное, самочувствие хорошее. Проблема, выдвинутая вами, непростая. Думаю, посоветуюсь с товарищами, сообщу, крепко целую вас и Витюшку, отец. Перед въездом в Тепловское со стороны городского тракта находился обширный холм. Вероятно, раньше он присталял собой курган с захоронениями. Несколько позже курган был разграблен, и от того времени остались глубокие рвы, похожие на фронтовые траншеи. Так ли это было на самом деле, никто твердо не знал. Но когда люди смотрели на эти рвы со стороны тракта, то они были уверены, что рвы проложены специально. По ним можно легко взойти на самую вершину холма, а там гладкая площадка в целый гектар. Вот эту площадку Иван Егорыч и вспомнил, когда в 1965 году в Тепловском районе начали готовиться к 20-летию победы над фашизмом. Детально осмотрев тогда холм, Иван Егорыч внес на бюро райкомы предложение о создании на холме мемориала памяти погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров. Конечно, соорудить что-нибудь значительное, наподобие памятника, который был сооружен на площади в областном центре, район не мог. Не было для этого ни средств, ни сил. Иван Егорыч ставил более скромную задачу. На середине площади холма поставить обелиск, воин с каской в руке и с приспущенным знаменем. А справа от него установить чугунные плиты, напоминающие страницы развернутой книги с перечислением имен всех погибших тепловцев. Бюро райкома одобрило предложение Ивана Егорыча. Трудностей, правда, на пути осуществления этого решения встретилось немало. Обелиск был не металлический, а гипсовый. И стоил дешево, но бесплатно все-таки никто его давать не собирался. Нужно было изыскать деньги. Изготавливали такие обелиски в областном центре, в мастерской художественного фонда, серийно. Но Иван Егорыч хотел, чтобы для лучшего вида и прочности он был покрыт слоем бронзы. На этот счет пришлось похлопотать. Уговорить мастерскую отступить от стандарта, выпросить у одного из директоров завода особый клей, лак, наконец, бронзу. Не сразу согласился принять заказ и чугунно-литейный завод, возникший еще в Екатеринское время и снабжавший сейчас несколько областей чугунными плитами для домашних печей. Изготовление памятных досок с именами погибших фронтовиков естественно требовало нарушить заводской поток. Когда, наконец, это препятствие было преодолено и формовщики закончили выкладку плит, возникла еще одна сложность, о которой Иван Егорыч и мысли не мог допустить. Посетивший Тепловский район инструктор обкома Козлов усомнился в целом в затее райкома. Перечисление поименно всех погибших фронтовиков не дает гарантий, писал инструктор докладной записки, что на эту почетную и памятную доску не попадут лица, проявлявшие на фронте неподготовленность, малодушье, просто трусость. Допустимо ли, чтобы под прикрытием славы подлинных героев мы упрочали в народной памяти имена тех, кто не достоин такого высокого признания? Иван Егорыч не любил сквернословия, но тут он не стерпел. Когда заведующий отделом оргпарта работы обкома позвонил ему и спросил, как он оценивает такое соображение инструктора, Иван Егорыч так хватанул с верхней полки, что сидевший у него в кабинете директора совхоза Федор Федорович Самохвалов командовавший на фронте артиллерийским полком резерва главного командования расплылся в довольную улыбке и проговорил «По фронтовому, Иван Егорыч, еще видать можешь, эх, вспоминаю боевые денечки, когда выводил полк на прямую наводку» и лихо взбахнул рукой, прищелкнул пальцами. А Иван Егорыч в этот же день улетел в обком, и его ровный, как шмелиный гул, говорок слышался то в одном кабинете, то в другом. «Да вы что, братцы мои, в уме такие нелепые соображения всерьез принимать? Товарищ Козлов типичный перестраховщик. Памятником мы прежде всего воздаем должное всем, то есть самому народу. Но мы не Иваны, не помнящие родства. Помня всех, мы помним каждого, каждого, и каждого называем, кто отдал свою жизнь за родину. Это наш долг и дело нашей совести». В обкоме с Иван Егорычем согласились. Более того, порекомендовали использовать опыт тепловцев всем районам области. И с тех пор, как мемориал был открыт в День Победы, при огромном стечении жителей Тепловского и окрестных деревень, не было другого места, которое так влекло бы Ивана Егорыча. Он бывал тут и в праздники, и в памятные даты, и в самые обыкновенные дни недели. Вот и теперь Иван Егорыч сидел на скамейке напротив чугунной памятной книги и не спеша прочитывал список погибших. Синельников Глеб Данилович, политрук, шевелил губами Иван Егорыч, щурясь от яркого августовского солнца, которая под вечер изменила свой нестерпимо раскаленный желтый цвет и стала ярко-малиновым. Глебушка Синельников, красавец, певец, отличный спортсмен, до ухода в армию работал старем Тепловского райкома комсомола, вспоминал Иван Егорыч. Был Иван Егорыч лет напять старше Синельникова, а между тем многому научился у этого парня. Сколько книг прочитал Синельников, как заботился о своем образовании. Именно Синельников сговорил Ивана Егорыча прочитать некоторые труды русских корифеев естествознания Тимирязева, Мичурина, Вильямса. Возможно, это чтение определило судьбу Ивана Егорыча на всю жизнь. Он стал аграрием, убежденным аграрием, строителем нового села. «Русаков Павел Евсеевич майор» прочитал Иван Егорыч и вспомнился ему один из самых незаурядных людей, которые встречались на жизненном пути. Павел Евсеевич вышел из батратской семьи, сам испытал эту долю. Четырнадцатилетним мальчишкой оказался в партизанском отряде, шестнадцати лет вступил в партию, был организатором нескольких колхозов, а когда в Тепловском районе возникла МТС, Русаков стал ее директором. К сожалению, до конца своей жизни Павел Евсеевич оставался малограмотным, но обладая недюжным умом и энергией, которой хватило бы на десятерых, он столько вложил усилий в строительство колхозов, что не зря один из них носит теперь имя Русакова. Носит заслуженно. Иван Егорыч решительно поддержал желание земляков Русакова, когда они обратились с этим предложением в райком. Копылов Владимир Михайлович, старший лейтенант, прошептал Иван Егорыч и встал, с минуты вглядываясь в чугунные буквы. Володя Копылов был закадычным другом Ивана Егорыча. Вместе провели они юность, вместе ушли на фронт. Володя был замполитом в батальоне, которым командовал Иван Егорыч. Он погиб в бою за месяц до окончания войны. Умирая на руках комбата, Копылов попросил друга не забыть его дочку Нинку, оставшуюся после смерти жены сиротой. Копылов перед войной работал агрономом в колхозе, заочно окончил Тимирязевскую академию. Иван Егорыч выполнил наказ друга. После смерти матери Нинка жила у чужих людей, нянчила их детишек. Он разыскал Нинку совсем в другой деревне, привез домой. Зинаида приняла ее как родную дочь. До девятого класса Витя, собственный сын Крыловых, и Нина росли как брат и сестра. А потом возникла между ними ужасная неприязнь, нетерпимость к поступкам и словам друг друга. Как ни старались примирить Крылов и детей, ничего не получалось. Только когда Нина уехала в мединститут, а Виктор поступил в военное училище, все объяснилось. Под прикрытием несовместимости разгоралась между ними любовь. Никогда не забудет Иван Егорович тот день, когда из Томска пришла в Тепловское телеграмма, которая потрясла их с Зинаидой своей неожиданностью. «Милые мои мама и папка, сегодня мы с Ниной расписались в ЗАГСе и стали мужем и женой. Мы оба счастливы до конца наших дней. Оказывается, дома мы не враждовали, а любили друг друга. Такая уж она плутовка любовь. Может, выбрасывайте такие фортили. Приедем в отпуск вместе. Виктор». Вспоминая сейчас обо всем этом, Иван Егорыч сорвал ромашку сослепительно-белыми лепестками, подошел к плите и положил цветок на буквы, образовавшие фамилию друга. «А что мне посоветовал бы Володя?» Подумал Иван Егорыч и сам же ответил себе. Мечтал он на родную землю вернуться, намеревался рекордные урожаи собирать. Сказал бы мне по своей привычке, заглядывая в глаза, «Умрешь там с тоски, Ваня, пол Европы с тобой прошагали, а видел землю краше нашей, Тепловской». Иван Егорыч неспеша вернулся на скамейку и снова глаза его заскользили по чугунным листам этой книги вечной памяти. Сахарова Клавдия Васильевна, военврач третьего ранга, прочитал Иван Егорыч. И вдруг, будто поднявшись из небытия, возникла перед его взором, как живая Клавдия, Клава, Клавдюшка, Клашенька Сахарова. Она была сверстницей Зинаиды и подругой, и вместе с тем соперницей. Она любила его Ивана, Ваню, Ванечку, Ванюшку, и он ее любил. И все их друзья и товарищи считали, что вопрос об их женитьбе ясный. Они женятся непременно. Внешне Зинаида уступала Клавдии. Клавдия была высокая, стройная, глубоглазая, со степенной походкой и скупыми и выразительными жестами. Не женщина, царица. А Зинаида во всем противоположность Клавдии. Рос средний, худенькая, торопливая, говорила, как из пулемета строчила. Единственное, что все признавали за ней, глаза. С чем ни сравни, все равно будет в точку. Как озера походят, как электрические фонари тоже. А цвет ее глаз был до поразительности переменчивым. То густо серый, холодный, смотрит, как ножом режет, то зеленый, задорный, буйный, веселье через край хлещет. Не хочешь, да улыбнешься. И характер у этих женщин, любивших Ивана Егорыча, не совпадали. При всей своей внешней торопливости Зинаида никогда и ни в чем не спешила. Решение она взвешивала, говорила только то, что хорошо обдумала, и суждениях ее была неотразима и логика. Возможно, именно в силу этих качеств характера развернулся в ней талант педагога и отдала на этой профессии почти сорок лет жизни, скончавшись на ответственном и беспокойном посту директора средней школы. А Клавдия носила душу порывистую, была натурой увлекающейся и, часто сделав что-то, потом спохватывалась и казнила себя до нового, столь же малообдуманного поступка. Дав слово Ивану Егорычу после окончания третьего курса выйти за него замуж, Клавдия уже на втором курсе увлеклась весьма пожилым доцентом, развела его с прежней женой, а Ивану Егорычу прислала письмо. Ваня, дура я набитая, выхожу замуж за человека на двадцать лет старше себя, чувствую, что, порваясь с тобой, теряю свое счастье, а что могу сделать, остановить себя не в силах, прости меня и по возможности не считай подлой. Прошло три года и вдруг Клавдия объявилась в Тепловском. Она приехала сюда на постоянную работу в районную больницу, навсегда покинув своего доцента. Встретив Ивана Егорыча, женившегося уже на Зинаиде, Клавдия сказала, что любит его еще больше. «Оставь клаше эти игрушки, я женат и Амура разводить с тобой не собираюсь», сказал тогда Иван Егорыч. «И я не собираюсь, Ваня, я буду любить тебя со стороны. Это-то можно? Считай, как хочешь». И ведь любила она Ивана Егорыча, любила. Уж как у нее это получалось, никто об этом не знал. Знала лишь Зинаида, вернее, догадывалась, хотя никогда не высказывала этого Ивану Егорычу, ни в виде ни малейшего повода для такого разговора. Но скрывать правды не стоит. Повода Клавдия не давала, а бдительность от этого Зинаиды не ослабевала. Она то и дело поглядывала в сторону Клавдии, зная характер той. Может, такое отколоть, что только руками разведешь. И вот началась война. Клавдия, как врач, была на военном учете. В первый же день мобилизации она потребовала от военкомата призвать ее в армию. Ее призвали. С самого начала их воинской службы они были с Иваном Егорычем в одной дивизии. В зимнюю стужу 41-го года дивизия вступила в кровопролитные бои на Волоколамском направлении. Иван Егорыч командовал взводом. Клавдия была назначена начальником Ивака пункта одного из полков. О встречах разумеется и думать было нечего. Но оба они не переставали интересоваться друг другом, переслали приветы, пользуясь оказиями, порой возникавшими самым неожиданным и странным образом. Однажды Иван Егорыч прочитал дивизионной газете заметку о героизме врачей и санитаров Ивака пункта, попавших в окружении. Скупо сообщалось. Советские военные медики под командованием военврача третьего ранга Сахаровой сражались с гитлеровцами до последнего патрона. Они геройски погибли все до одного, но в плен врагу не сдались. К моменту гибели Клавдии многие уже товарищи Ивана Егорыча пали в бою, но ничья смерть не образовала в его душе такую кровоточащую рану. Значит, и мне суждено погибнуть вслед за Клавой, почему-то решил Иван Егорыч, но это было лишь отзвуком его страдания, не больше. Вечная память тебе, Клава, прошептал Иван Егорыч и перевел свой медленный взгляд на другие строки «Недоспасов Николай Ефимович, сержант», читал вслух Иван Егорыч и про себя вспоминал. Помню, помню, трактористы с колхоза комсомолец, хороший мужик был, работящий, одним из первых в районе трактора освоил. Он ехал по деревне, а за ним бежали с криком ребятишки, старухи и старики прижимались к своим завалинкам. Неумелов Савва Кондратьевич солдат снова вслух прочитал Иван Егорыч и подумал. И этого помню. Бригадиром был в колхозе новая жизнь, хорошие льны на своих полях выращивал, а фамилии у него несправедливые. Неумелов. Какой там Неумелов? Мастер, отличный мастер и в армии не последним был, снайпер, лихо было от него гитлеровцем. Помнится, погиб от минометного огня при обстреле наших позиций. Портнов Сергей Григорьевич, старшина, продолжал читать Иван Егорыч, учитель из Сосновки. Увлекался радиотехник, вспоминал Иван Егорыч. Первым в районе сделал радиоприемник, созвал односельчан слушать радиопередачу. Никто, конечно, не верил, что можно услышать голос из города, до которого тысячи километров. Народ все-таки собрался к школе. Многие были убеждены, что учитель будет посрамлен. Вот вынесли стол, поставили на него ящик с какими-то замысловатыми катушками, обмотанными проволокой. Учитель залез на крышу школы, поднял на ней ше с проводом, потом сошел наземь, прикоснулся к ящику. В нем что-то захрипело, защелкало, и вдруг раздался громкий, отчетливый голос. «Внимание!» говорит Москва. Передача ведет радиостанции имени Коминтерна. Собравшаяся толпа мужиков, женщин, ребятишек бросилась в рассыпную. Какая-то кликуша-старуха завопила на всю деревню. «Люди, свето-представление, идол наш учитель, антихрист, бейте его!» Толпа воротилась, кинулась на учителя, ящик был разбит до основания, портнов спасся в школе, заперев двери и окна на запор. «Да, какая дикость была, и какой мы путь прошли!» «И все это на моей памяти», размышлял Иван Егорыч. День угасал, малиновое солнце опустилось в лес, где-то сразу за селом. Из полей повеяло медовой прохладой, а Иван Егорыч все не уходил с холма, ведь 300 фамилий значилось на чугунных листах, и каждая из них повествовала не только о себе, о времени, которое называлось теперь история. Разве просто было оторваться от этой земли, уехать куда-то, забыть их имена навсегда. Рассудок допускал это, а сердце отвергало. Начинало стучать громко и яростно до боли под лопатками. Иван Егорыч